Мы продолжаем программу и продолжаем разговаривать о праздниках, о подарках. Но если вдруг у вас еще нет идеи, что же подарить? Но эта идея появится, если у вас есть персональный помощник от Нового Утро. Окей, Арина, всегда так делала и буду делать. Мне нравится. Арина, привет! Доброе утро! Что же у нас сегодня за подарки? И действительно, по профессиям ты их подбирала? Да, у нас сегодня будет буквально своя игра на ТВК. Я собрала статистику, мужчин каких профессий в России больше всего. Стоматолог за 300. Подожди. Вы будете вытягивать профессию, а я называть варианты подарков, которыми можно порадовать таких мужчин к 23 февраля. Зачем? Подожди. Есть пару карточек, которые не связаны с работой, но мужчины. Такие в жизнях всех женщин 100% есть. То есть мы можем вытянуть столевара или метросексуала, например? Мы можем вытянуть, например, водителя или мужа. Мне кажется, это встречается в жизни чаще. Ну что, начинаем? Муж вас возит. Поехали, давай. Ох! А, вот это как? Водитель! Мужа я уже не вытянул. Водитель – самая массовая, между прочим, мужская профессия в России на протяжении уже 15 лет. 7% россиян, почти 5 миллионов человек работают водителями в России. Что будем им дарить? Можно подарить портативную колонку. Вдруг сломается магнитола в машине или что-то пойдет не так. Так, также можно подарить портативный аккумулятор. Вот человек весь день в дороге. Нужно ему немного порадовать, хотя бы, чтобы он посмотрел ТикТок, например, ТВК или Нового утра. Правильно? А как же вот эта креселка с колесиками, которые крутятся, такие маленькие деревянные? Креселка с колесиками у нас осталась в 2007, а для спины мы будем дарить купоны на массаж. Купоны на массаж или прямо поход туда. Что я подразумеваю под купонами? Например, у водителя есть жена или девушка. Случается, допустим. Случается, согласна. И вот, чтобы вечером прийти домой и расслабиться, можно подарить ему буквально такую чековую книжку. Они продаются в магазинах, в подарочных. И написать ему там один прием у жены на массаж, что-то такое. Мы помним же профессию жены вашей в этом случае, если бы у них есть такие чеки. Хорошо. Может, не париться, а сходить в какой-нибудь салон просто на массаж, подарить ему вернее туда этот поход. И еще один вариант – это денежный запас на бензин. Если человек у вас, допустим, работает таксистом, подарите ему денег, чтобы он не тратил свою зарплату на бензин. Хорошо, подарок. Мне кажется, это крутой подарок коллегам на работе. Подарил сертификаты на бензин. Если знаешь, что у коллег у всех есть машины, вот там точно обрадуется. А если ты из семейного бюджета переложил ему отдельную бумажку на бензин, там радости может и не будет. А можно из собственного личного бюджета переложить в его бюджет, индивидуальный. Еще бумажку? Конечно, мы все вытягиваем. Елочка, вонючка. Так, повар. Повар, супер. Поваров у нас на самом деле не так много в России, но они тоже держатся в топе самых массовых профессий. Вот тут побольше, конечно, вариантов подарка. Например, форма для котлет в бургеры. Сейчас, возможно, нам покажут ее на экране, но выглядит она достаточно интересно, функционально. И прямо очень быстро котлетки получается сделать в бургеры. Набор качественных ножей. Мужчины буквально радовались мне в инстаграме, когда я у них спросила, какой крутой самый подарок они получили на 23 февраля. Так вот, один товарищ написал, что он был очень рад набору качественных ножей. Потом можно обновить... Ну, это не дешево, давайте будем говорить прямо. Конечно, качественные ножи. И не для суеверных. И не для мужа Жени Головиной. Она не любит ножи и не подарит их. Для Жени Головиной есть другой вариант. Можно обновить мужу домашний кухонный фартук, чтобы ему было приятно готовить любимый ужин. Чтобы на 8 марта только фартуки готовил завтрак. В одном фартуке. Всего. Еще можно подарить... Как и проскочили. Еще можно подарить гриль, например. Ну, тоже подарок такой достаточно недешевый. И, конечно же, умная техника для кухни. Например, умные лампочки или умные розетки для чайника. Вот такие варианты. Идем дальше. Умная розетка мне нравится. Руслан, твоя очередь. Па-па-пам! Продавец! Вау! Продавец! Точно! Это вторая по массовости профессия в России. А кто это из нас лидирует сейчас? Мы играем друг с другом? Нам предсказывают профессию, если вдруг канал закроется, кем мы пойдем работать. Я так понимаю, что продавец это в широком смысле. Все менеджеры, которые связаны с продажами, да? Все это... Да, да. Все люди, которые, по сути, продают, то мы относим их к продавцам. Не важно, что продаешь ты, шины, лес или металлоконструкции. Или молоко тоже можно продавать, например. И если человечек работает как раз в продуктовом магазине, то ему наверняка бывает иногда грустно, когда нет покупателей. Так вот, можно подарить ему беспроводные наушники, чтобы начальник не видел, что там что-то играет. Например, в клабхаусе человек зарегистрировался, хочет послушать очень много всего интересного. И вот тут беспроводные наушники очень сильно помогут. Ты проверь, может, у него уже беспроводный наушник. Да, микронаушник вживлен. Еще вариант для людей, которые работают продавцами для мужчин, это массажер для ног или спины. Приходишь домой, уставший. Оп. Хорошо. Крутия. Антон, твои ночи. Пожалуй, учитель. Учитель. Супер. Так, сейчас я его найду в своей списке. Учителей. Мужчин в России около двух миллионов человек, между прочим. Я, кстати, думала, поменьше. Первое, что хочется подарить учителю, это, конечно же, терпение. Ну, подарок нематериальный, не знаю, как мы будем. Поход к психологу опять же. Кстати, вот это можно превратить в материальное. Вот это комнату, где можно громить битой. Вот точно после школы, после всех. Фигурки учеников. И как раз у нас будет три выходных дня на грядущие недели. В воскресенье, понедельник, вторник. Вот, сходить, разбить телевизор в специализированную комнату. Супер. А еще, если учитель у вас миролюбивый, то можно попробовать подарить ему набор рубашек или водолазок. Если это физрук, то новый спортивный костюм. Или, например, научно-популярную книгу по интересам вашего близкого мужчины. Круто. Как не сорваться на работе. Давай дальше, Катя. Так, хорошо. У меня бойфренд или муж. Вау, отлично. Это уже не профессия, так что... Это призвание. Вау. По жизни. Отлично сказано. Бойфренду. Это уже, конечно, не для мужа вариант. Но для бойфренда подойдет, например, ведро острых крылышек. Ну, чем не подарок для... Так что бойфренд ударим в ведро острых крылышек, чтобы глаза горели. Например, мужу. А мужу можно подарить желание на купонах. Это как купоны на массаж, только муж уже может сам в эти купоны вписывать свои желания. Например, чтобы... Чтобы помолчало полдня. Ну, и вот это. Или чтобы вечером после работы помыла посуду жена, а не он. Это уже неплохой вариант. Мужчины, мотайте на ус. Давайте сейчас посмотрим, что у нас. Подождите, подождите. Еще вариант для бойфренда и мужа. Например, набор мужских капкейков своими руками. Это у нас получается на соленом тесте. Крем из творожного сыра. Там какой-нибудь салями. Или соленый огурчик. Или что-нибудь еще. Вот. Прямо у нас на экране появился вариант. Наглядный. Так что вот такое можно смастерить и желательно своими руками. Ну, и, конечно, например, какой-нибудь поход в спа. Или какое-нибудь впечатление. Или то, что он давно хотел у вас и просил. Но это, конечно, относится к мужьям. Спасибо большое, Арина. У нас остался папа, начальник и медик. Им можно подарить бутылку чего-нибудь. И все, хватит. Ну, мы разобрались. С этими вариантами не успели мы, к сожалению, разобраться. Но я думаю, что вы с легкостью найдете подарок по интересам этих конкретно людей, которых еще не успели мы сказать. И они тоже порадуются. Мы точно порадуемся, если вы порадуетесь. Поэтому дарите подарки и пользуйтесь советами от Нового утра.